друзья а вот в этом ролике вам предложен будет там подборочка такая достаточно продолжительный хороший на полчаса роли здесь несколько вариантов переговоров тоже из архивов мы подняли это многим будет интересно все формате одного ролика послушать действительно поучительно ну скажем так более чем полгода назад формировался сравните в очередной раз чем в чем разница есть ли она проанализируйте как работали коллекторы тогда и что они делают сейчас давайте слушать здравствуйте здравствуйте алло я вас слушаю добрый день я знаю что вы слушаете добрый день да что да добрый день добрый день вам тоже замечательно а вы дмитрий евгеньевич кузнецова не знаю вы кто так вы знаете дмитрий евгеньевича кузнецова а вы кто гагарин я а вы ну и что эти толф замечательно так кузнецова дмитрий евгеньевича знаете вы почему интересуетесь что хотите денег от кузнецова дмитрий евгеньевич а нахуй не ходил давно куда нахуй нет никогда один сходи понравится нет ну не знаю не знаю где не знаю ты чё бешеный там звонишь мне ответьте на вопрос кем приходится кузнецова дмитрий евгеньевич я сказал куда сходить там тебе все ради тебя ван да ну ладно и конструктивный идиок не представляете с вами еще свяжемся все до пока на раз учим здрасте не звуто гимирович три с компанией вас так финанс кузнецова дмитрий евгеньевич знакома того человек да знаком а ким нам приходится мной это вы да да 127 576 город москва абонент скрещенщик восток финанс наш разговор записывается поводу долга вашего перед банка в русский стандарт вам звоню сумма долга составляет 30 41 1861 рубль 19 копеек дмитрий евгеньевич когда оплата поступает сегодня или завтра скажите вам зачем как это внести информацию ваше кредитное дело для вашего кредитора необходимо кому необходимо до компании восток финанс какому звенера евгеньевич а вам необходимо задолженность вашего платить напомним вам всего муж вы забыли нет не забыл у вас есть возможность реструктуризации на 13 месяцев 81 тысячу пятьсот шестьдесят пять рублей носите остальное сумма 13 на 13 месяцев вам распределяется равниваемой платежами интересном такое предложение нет мне интересно ну тогда будете всю сумму платить одним платежом согласно 311 статьи грандского кодекса российской федерации 341 тысяча восемьсот шестьдесят один рубль 19 копеек поступать до завтрашнего вечера дмитрий евгеньевич еще не могу понять почему эти должен об этом говорить дмитрий евгеньевич мы на ты не переходили потому что вы должник выдал обязаны общаться с представителем вашего кредитора скажите что у вас нету денег и все Дмитрий Евгеньевич в вашем возрасте пора иметь нормальную работу и зарабатывать приличные деньги почему вы этого не делаете скажите Дмитрий Евгеньевич давайте начните мне рассказывать о том что вы миллионер и у вас есть данная сумма денег на руках я в это никогда в жизни не поверю были бы у вас эти средства и вы дамы бы хотели бы должность дурак что ли оплачивать договор который не соответствует действующему законодательству а ты что себе работу не можешь найти как-как-как у меня отличная работа не вы бы не представляете как мне нравится моя работа работать работать да жить в москве и такой хорошей работе работать вы представляете где вы живете кстати напомните шел ты в жопу чем буду рассказывать как это вам в москву хочется дмитрий евгеньевич я понимаю вас нет конечно а вы знаете дмитрий евгеньевич или что я в Москве бываю по три раза в неделю вы знаете или нет дмитрий евгеньевич оплата поступает 341 861 руб 19 копеек завтрашнего вечера что ты мне хотел сказать когда вы знаете да вы знаете об этом или нет о чем о том что мы предлагали сделать как это делается как жопу ходить дмитрий евгеньевич да конечно говорю знаю у меня такая работа что меня наоборот приглашают совершенно другие места хорошие очень достойная работа водителям работаете возите кого-то я не понимаю я работаю хорошо в любом случае я ношу информацию вашей критиноделы том что оплата 341 861 руб 19 копеек не поступает ска не буду продолжаться до полного погашения вашей задолженности всего доброго здрасте здрасьте это звонят компанию остык на дмитрий евгеньевич обговорим сейчас подождите как раз не кладите трубку громкую связь делом как раз вас вопрос обсуждаем 5 юристов сидит давайте сейчас громкую связь включу и начинаете говорить а мы тут пообщаемся на этот счет потом с меня зовут александр игорь из диктера трудосудебное отдела компания осток финанс индекс 127 576 абонентский ящик в остоке нас город москва разгорода записан это вы дмитрий евгеньевич кузнецова правильно правильно а почему вы спрашиваете лентефекации лентефекации полных лет сколько на данный момент я вам не скажу а вам сколько давайте так сначала сколько вам полных лет значит вы не прошли индифекации всего добра давайте пока алло здравствуйте привет меня зовут анна александровна компания восток финанс разговор записывается скажите я могу слышать дмитрия евгеньевича кузнецова со слухом как не знаешь я вот не знаю можешь ты слышать не умеешь ты слушать мы с вами во первых на ты не приходили во вторых будет отвечать на мой вопрос чего ты взяла что мы не переходили с тобой на ты я с идиотами на ты всегда разговариваю да так а почему я с вами на ты не разговариваю потому что я не идиот хорошо всего доброго здравствуйте здрасте компания восток финанс город москва разговор на записи кузнецу дмитрий евгеньевич знакомым а вы кто такая что спрашиваете меня зовут виктория олеговна старший специалист досудебного отдела компании восток финанс 127 576 город москва абонентский ящик восток финанс так вы не ответили дмитрий евгеньевич кузнецу возможно это вы все возможно а вас не учили да представляться когда вы звоните вторгайтесь я же вам уже представилась а сразу дмитрий евгеньевич это вы а то я испугался я еще не доверяю вам дмитрий евгеньевич звоню касательно вашей задолженности перед банком русский стандарт сумма долга 341 тысячи 861 рубль 19 копеек звонили наши коллеги вам 22 января разговаривали с вами по этому поводу что вы с того момента предпринимали для того чтобы решить этот вопрос ваши коллеги мне звонят на протяжении двух месяцев чем меня очень сильно радует очередной вас вы предпринимаете все это время зачем вы же перестанете звонить верно дмитрий евгеньевич у вас есть задолженность вы об этом прекрасно знаете то что долги не исчезают бесследно в любом случае рано или поздно вам придется возвращать да ладно сейчас сумма 341 1861 рубль 19 копеек кредитор требует нести оплату на протяжении двух дней предлагает вам пока реструктуризацию на 13 месяцев оплачиваете сегодня либо завтра 81565 рублей соответственно остаток вашего долга вам реструктуризируют на 13 месяцев сможете оплачивать ежемесячными платежами если оплата не поступает вам будут начисляться штрафные санкции статья 330 гражданского кодекса российской федерации сумма долга будет увеличиваться соответственно должны понимать все последствия которые вас ожидает из-за вашей оплаты сейчас если у вас какие-то возникают трудности нет возможности оплатить 81565 рублей по акции так вы представьте себе как вы будете оплачивать когда сумма будет еще больше возможно даже порядок высший не успеете воспользоваться реструктуризации какой ужас а мне каждый день два дня дают каждый день уже на протяжении двух дней каждый день вам звонят два дня и вы ничего не предпринимаете вы таким образом можете дождаться момента когда в один из прекрасных дней придется открыть дверь федеральной службы судебных приставов они тогда уже не будут ждать ни день ни два придут опишут ваше имущество да ладно если нету имущество найдут не вы не переживайте что вы говорите вам этот долг не спишет в любом случае а вы знаете страшную новость 81565 рублей вы знаете по завтра поступает оплата конечно конечно смотрите вот дума поступает оплата вы не ответили на мой вопрос оплата поступает я не намерен понимаете я вам еще не давал возможности не одной буквы говорить да я вам скажу страшную новость отвечать на вопрос дума санкт-петербурга 81565 рублей не поступает завтра отказались исполнять требования кредитура без заказа работа ищи работа у вас закроют не тебе тоже алло здравствуйте здравствуйте кузнецов дмитрий евгеньевич это вы а кто спрашивает меня да ладно а зачем вы меня спрашиваете только что звонила какая-то там леопольдовна мужчина я не понимаю с кем я сейчас разговариваю я же не виноват что такая непонятливая женщина вообще много чего в жизни не понимаешь дмитрий евгеньевич зачем тебе сексу мало в жизни вопроса дмитрий евгеньевич я не знаю можешь ты вообще слушать что-нибудь не можешь на твоей работе на дурной это раз во вторых у дмитрия ни одного нет нерешенного вопроса нету финансового слышишь да заполнить общаться всего доброго да иди в жопу здравствуйте доброе утро могу я поговорить с дмитрием евгеньевичем кузнецов ну не знаю сложно диагноз ставить если у вас со слухом все хорошо и с голосом наверняка сможете поговорить если у вас проблемы со здоровьем она вам перезвонят научитесь отвечать алло 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 у вас здравствуйте или павлович встокфинанс записи разговора досудебное дело москва встокфинанс 10585 город москва а я встокфинанс специалист досудебного отдела москва запись разговора кузнецов дмитрий евгеньевич что вы я сейчас услышал кучку этой информации еще раз повторите кто это вы кузнецов дмитрий евгеньевич да нет и все кто ты такой ожидать алло алло я вас слушаю здравствуйте здравствуйте регулирование конфликтов компании кредит экспресс меня зовут федора екатерина андреевна а вы кузнецов дмитрий евгеньевич верно допустим каких конфликтов урегулирования крыть и у вас имеет финансовая задолженность чем дело почему не ослачивается ничего не понял сейчас вы кто еще до свидания до свидания еще раз связь прерывалась вы дмитрий евгеньевич кузнецов допустим а кто спрашивает это компания восток финанс город москва разговор записывается крановская лена степана у нас старший специалист душудебного отдела стоп-5 175 броненов скачек восток финанс москва вы дмитрий евгеньевич я не расслышал кто со мной я не буду повторять по два раза вы кузнецов почему не будете ну кто что почему не будете я слышу приятный женский голос елена степановна восток финанс восток финанс грановская дмитрий дмитрий ирановская елена степана на кокар организации еще раз восток финанс и дмитрий евгеньевич компания восток финанс вы дмитрия двинчиков мы 15 декабря с вами общались задолженность Ваши русский стандарт 341 тысяча 861 рубль 19 копеек оплатили? О какой задолженности вы говорите? Я с вами не общался. Ваша задолженность. Перед кем? Что? Перед кем? Перед вашим кредитором русский стандарт. А вы... вам какая печаль, барышня? Что у меня какие-то отношения? Мы представители вашего кредитора. На основании всего. Если вы дальше, уважаемый должник, будете себе позволять, не имеющий ни единого законного основания, не оплачивать свой кредит, в дальнейшем дело окажется в суде. И тогда будете говорить в Федеральной службе судебных приставов, возможно. А почему? Какого вы имеете право? Когда по решению суда, возможно, будет решаться вопрос в описании вашего имущества. Готовьтесь ко всем худшим законным последствиям. Или на завтра готовьте то, что вы должны. Реконструкция вам предлагается. 74 150 рублей внести только доверительный платеж. Почему не оплатили? Или вы себе такую услугу не хотите? Я думал, вы за меня заплатите. Я сказала, реконструкция. Реконструкция, извините. Девушка просто звонила 15 числа, вы правы. Она предположила, что, скорее всего, она будет платить. Вот прям так и сказала, что вы думаете, что я буду платить? А я говорю, да, хотелось. Девушки, это ваши долги. Не заблуждайтесь. Это ваши долги. Запомните, ваши долги никуда не исчезнут. Только вам их придется оплатить. Если вы намерены решать вопрос в добровольном порядке, завтра должна поступить оплата 74 150 рублей. В противном случае, возможно, вместо того, чтобы внески по реструктуризации, представьте, что уже завтра вам перезвоню. Общий сумасчет в страховой станции капает 400, может быть, больше тысячи по реструктуризации. У вас есть юристы в вашей компании дурной? Юристы нормальные. Дмитрий Евгеньевич, я что-то смешное сказала. Вы меня веселите каждый день по три раза. Сегодня у вас один шанс остался позвонить. 73 150 рублей изыскания, пришлось до полного покошения. Спасибо, да, веселое время. Такая хорошая. Восток Финанс. 105-10-75, город Москва, абонентский ящик Восток Финанс. Наш разговор записывается. А могу я поговорить с Дмитрием Евгеньевичем Кузнецовым по этому номеру? Я не знаю, можете вы или не можете поговорить. Что вы не знаете? Я еще раз говорю, я не знаю, можете вы говорить или не можете. Если у вас речевой аппарат в норме, то значит можете. Если не в норме, то это я не знаю. С кем я разговор, на личности мы не переходили, сарказм свой оставляйте при себе. Ведите конструктивный диалог, не забыли, да, как это делается? Вы Дмитрий Евгеньевич Кузнецов? Вполне вероятно. А вы кто? Я просто не усыпаю. Ну так вот, когда вы вспомните, как вас зовут, я вам перезвоню. Вспоминайте, что такое культура общения, если вы забыли. Спасибо. Здравствуйте. 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 Ждайте звонков там, научитесь отвечать на вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ало, не слышу. Сейчас слышу. Здравствуйте. 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 а вы кто а я мерцанкевич святослав юрьевич очень приятно святослав юрьевич чем обязан я являюсь специалистом отдела взыскания организации кредит экспресса мой отдел был направлен в ваше дело дмитрий с крайне неприятной ситуации у вас числе неоплаченный кредит перед банком открытия и сумма далеко не маленькая уже более полумиллиона составляет хотелось бы знать вы добровольно данного закрывали будете и мнение вич точно громче громче что громче дмитрий дмитрий евгеньевич ко мне надо обращаться во первых да я не давал разрешение со мной разговаривать в фамильярном тонн во вторых кто вы такой на каком основании у вас есть информация о моих отношениях с кредитной организации под названием по моему там банк открытия да вы озвучили да я же вам представился кто я откуда зачем вновь это спрашиваете так вот я хочу узнать откуда он разговаривает так что ли какого еще шаблона я хочу разговаривать четко конструктивно и так откуда у вас информация о моей задолженности якобы перед банком открытия открою хитрее дмитрий от самого банка на вы что а мне почему-то в это не верится вы заявляете ответственностью святослав юрович что у вас есть информация от банка открытия несмотря на то что я 7 месяцев назад отправил им письмо получил уведомление о вручении где запретил передавать информацию третьим лицам отозвал свое согласие на обработку персональных данных и сделал я это в соответствии со всеми существующими законами и так кто вы и откуда вы взяли информацию обо мне еще раз честное лицо или организация каким образом вы получили информацию обо мне о моих отношениях с банком я не давал согласия на разглашение данной конкретной информации в реально его дали дмитрий далее что сегодня какое сегодня число я 7 месяцев назад отправил в банк письмо и получил уведомление что банк получил мое письмо в этом письме я совершенно на законных основаниях отозвал свое согласие на обработку то что я должен я знаю и так вы получили каким-то незаконным способом мою информацию либо вы утверждаете что банк вам ее передал да вам банк передал отлично все я вашу фамилию имя отчество записал организация как там кредит экспресс да ну хорошо раз она у вас есть я вас дальше хочу услышать ну давайте дмитрий с вашей стороны как бы я не могу удостовериться что вы направили данный запрос в банк вы каким-то образом можете подтвердить наличие отправки данного документа да могу хотя возможно это немножко опережу вас дмитрий может быть это ближайшее время особой роли не играет а данный банк отзывает ваше дело буквально после завтра куда отзывает дело обратно к себе и что теперь а потом либо суд либо продажа а вы здесь каким боком святослав юрьевич но отзывает отзывает чего я очень-очень рад либо вы меня хотите судом нападать значит пока что звоним общаемся решаем вопрос цель звонков цель звонков цель звонка ну да толкнуть у вас на оплату вашего кредита пожалуйста не тратьте времени беспокойтесь все отношения с банком я буду решать исключительно в законном формате формате цивилизованного конфликта а именно только через переписку только через переписку и если мы не договоримся то в суде то что дмитрий я вас опережу вопросе а почему вы сами до сих пор не обратились вам какая печаль судой вам какая печаль вообще вы мне звоните я тут делаю огромное одолжение то что я не разговариваю да вы там хоть что считайте себе я скажу хотите скажу кем я вас считаю от всех вас и вам подобных так же как и ваша так я скажу так вот я считаю добавьте себе в архив или куда телефонный попрошайка бесполезный рассчитывающий лишь только на то что он попадете на какого-нибудь куда испуганного должника я не такой да да и как правило попадают ну вот в этот раз вам не попался такой человек да может быть относитесь к одному за списку я открою вам огромный и страшный секрет огромный и страшный секрет хотя не хотел этого говорить дело с банком открытия и он объединился в ханты-мансийске уже у мирового судьи уже исковое заявление мною подписано и банк уведомлен у вас к сожалению этой информации нет потому что вы работаете на уровне мошенников и тем самым на уровне да 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 хорошо на уровне вымограды да да о чем мы сейчас разговариваем с вами уважаемый святослав но я не сколь разговор пошел уже в пустую в банном начать корабли не потому что что вы мне надоели со своими вот эти выражена диалога со словством вашим вы мне надоели очень сильно у меня пугаете пол за мной повторяйте дмитрий что я захочу то и мне ваши слова понравились я их возьму себе в арсенал действий и буду вашими же словами манипулировать если вам интересно манипулировать вас накуренное состояние какое-то давайте пободрее то я за рулем еду нарушаю правила дорожного движения еще раз цель вашего звонка подтолкнуть не получилось и да 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 что надо вообще вам вот сейчас данную конкретную секунду то надо не надо знать когда банк увидит деньги на своем счету на днях еще чё надо узнать днях да более более достоверные данные что какие данные вам нужны удостоверные когда деньги будут да вы кто такой чтобы я вам какие-то вообще данные давал давить или банка да я еще не в этом даже его вопросы из раза в раз эти вопросы могут быть вам казаться глупыми мне эти вопросы совершенно обоснованно чудятся поэтому еще раз спрашиваю на каком основании я вам должен отчеты давать какой-то позвоним тип мне на телефон представил кредитного договора на основании 35 федерального закона потребительском кредите и займе вас устраивает три аргумента у вас денег взял не могу понять или что ваша задача позвонить мне не более чем в суде брали дмитрий что вы к нему хотите прибегнуть да это мое дело я не боюсь суда я считаю что это благо я уже у четырех банков дела разбил да как так четыре банка вынуждены были отказаться от претензий в связи с тем что договоры которые они мне предложили для исполнения в части в больше либо меньше не соответствует действующему законодательству ущемляют мои права некоторые банки вы получили даже мне до страховку жили там вы какой герой за которым нет я к юристам обратился да нет да я к юристам обратился они мне помогли причем за четыре месяца да 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 понимаете теперь я понимаю ситуация вопрос да да и что теперь да мне юристы помогли вам жаль что вам да конечно я теперь не овца безмозглая безмолвная нормальный человек пожалуй даже слов таких не подобрать да не надо ничего подбирали деньги у банка и сейчас как-то якобы нарушая закон прибегайте опять к закону чтобы не возвращать вам какая печаль я у вас их взял я перехитрил банк интерес не так слышать да я перехитрил банк если это интересно перехитрил но перехитрил слишком лояльное слово я бы сказал другую но вы понимаете что сказать да какая разница какими словами мы будем манипулировать да удобнее так вору вора палку украл так нормально да отлично да прикольно вор у вора палку украл еще раз повторяю это ваше личное мнение ну нет ну я вот озвучил как бы может это выглядело как вам хотят мне нечем разговаривать с человеком который не может ничего не аргументировать ну мне тоже нечем разговаривать с человеком который не хочет слышать себя бензинь здравствуйте я вас слушаю кузнецов дмитрий евгеньевич это вы она кто спрашивает меня меня зовут ирина анатолиевна специалист доследного отдела компании восток финанс 105 275 город москва абонентский ящик восток финанс разговор записывается ирина анатолиевна это вы верно ирина анатолиевна щу щукина да как название организации звоню кстати на вашу задолженность и перед банком русский стандарт ну вашего долга 341 тысяча 861 рубль 19 копеек я представил с начале нашего разговора что с оплатой и так ирина анатолиевна щукина а вы что думаете что я сейчас буду ждать пока вы будете что-то записывать или что у вас есть два дня на решение финансового опроса сегодня либо же завтра иначе потому что вы допустили просрочку 375 дней позволяли себе отдыхать дома с долгами кто давал право не платить а что будет если через 377 кто давал право не оплачивать ваш долг вы будете сейчас мне отвечать вопросом на вопрос когда оформляли кредит вы не отвечали вопросы на вопрос вы пришли и получили то чего вы желали значит если оплату до завтра вы сейчас есть возможность оплатить сумму чтобы сделать реструктуризацию на сумму 74 тысячи 150 рублей есть возможность до завтра в случае вашей оплаты до завтра вам и дальше будут начисляться штрафные санкции согласно статье 395 гражданского кодекса российской федерации отписать о себе вместо того чтобы тратить деньги на себя на свои потребности будете переплачивать вашему кредитуру а все из-за того что вовремя не платили поэтому у вас есть время до завтра обратиться к родственникам одолжить деньги внести оплату а ранее поступали звонки еще 4 декабря вы чем занимались все это время вы мне не поможете с деньгами и по голову скажут что вы моя родственница что заемки кстати с удолжника оформлять кредиты легче верно жить за чужой счет легче нежели работать на трех работах зарабатывать деньги дома отдыхать с долгами искать отговорки легче нежели зарабатывать деньги все ваши незаконные причины никому не интересны пришло время возвращать долги итог разговора сумма для реструктуризации на 60 месяцев 74 тысячи 150 рублей когда будет оплачено девушка простите меня сегодня или завтра через полминуты что через полчаса не через полминуты не получите сумму даты время оплаты кому говорить мне сейчас под запись разговора ирина анатольевна щукина а вы где работаете с какой организации на каких основаниях а я представилась начале нашего разговора сейчас будете уклоняться тема нашего разговора вы сказали под запись разговора что сегодня будет оплата значит мы ожидаем сегодня как вы обещаете верно 74 тысячи 150 рублей в случае вашей неоплаты сегодня в случае вашей неоплаты будут все законные последствия которых я вам сказала ранее взыскание будут продолжаться до полного погашения алло здравствуйте здравствуйте компания восток финанс скажите пожалуйста кузнецов дмитрий евгеньевич это вы да это я меня зовут екатерина александровна специалиста судебного отдела 105 205 город москва абонентский ящик восток финанс наша забор записывается но не касательно вашей задолженности банк русский стандарт который солят 341 1861 рубль 19 копеек нарушаете вы договор 375 дней требования кредитора завтра до 20 0 по программе реструктуризации оплатить 74 тысячи 150 рублей вам поступал сегодня звонок вы говорили о том что будет поступать сегодня оплата дмитрий евгеньевич оплата поступила сегодня нет оплата будет сегодня поступать не знаю что значит не знаю я вам конкретный вопрос оплата сегодня поступает я вам конкретно ответил не имею такую информацию дмитрий евгеньевич в случае если оплата не поступит сегодня завтра 18 числа до 20 0 74 тысячи 150 рублей кредитор не намерен больше ждать программа реструктуризация на 60 месяцев другом человеку вам же будет начислять кратные санкции согласно 330 статье гражданской кодекс респирации принятия неустойка сумма вашей задолженности значительно возрастет через неделю получите письмо где черным по белому написано что требование кредитора оплатить не 74 тысячи 150 рублей а всю сумму задолженности плюс проценты так как вы пришли кредитору взяли деньги подписали договор законные основания назовите на которых вы нарушаете договор что назвать законы и основания договор не соответствует действующему законодательству за многих пунктах дмитрий евгеньевич о чем вы разговариваете не кредитор пришел к вам а вы пришли кредитор и вы взяли чужие деньги вы подписали договор вы взяли на себя обязанности же месячно оплачивать вы нарушаете договор более 300 дней и случае если оплата не поступит кредитор не намерен больше ждать он будет применять все законы методы активного взыскания вы взяли денег заняли денег не в родных не убить здравствуйте здравствуйте инспектор котиков александр николаевич меня зовут компания восток финансы 5275 а я восток финансы город москва разговор записывается кузнецов дмитрий евгеньевич это вы еще раз дмитрий евгеньевич это вы дмитрий евгеньевич помните да виза гол золото вам предоставили вы сказали 17 декабря на свободу что будете платить и бросили трубку 74 тысячи 150 рублей платили уже все взяли что я бросил трубку так написано соответственно давайте с вами более существенным вопросом перейдем не столь важно бросили не бросили планы какие для закрытия долга и беззаконных причин и я так понимаю вас не для оплаты правильно если конструктивно по пунктам вашего собственно заявления для меня очень важно понимать как вы воспринимаете мои ответы и так трубку я никогда не бросаю ваши сотрудники перезванивают и постоянно несут какой-то бред вот вы как раз таки вроде я констатирую факты снова бред никогда не являлась не цензурным если ваши сотрудники я понимаю только не стоит говорить то что нет никто вас не оскорбляет у нас корректно с вами общается то есть законных причин у вас для неоплаты нет скажите какие планы для закрытия долга 74 тысячи вот вы сейчас утверждаете тот самый момент о котором еще мы с вами не говорили вы почему-то декламируйте свою уверенность что у меня нет законной причины у меня есть несколько потому что вы до этого отказывались платить я не вижу в истории общения с вами какие-либо законные причины позволяющие вам не оплачивать если бы они у вас были бы вы давно предоставили документы к ритуру и вопрос был бы закрыт и не было ваше дело у нас бы и не будет оплаты к ритуру будет вынужден дело ваше передать бюро коренных историй и в будущем вам не стоит удивляться к примеру когда к вам на новый год возник родственник который сообщит о том то что ему было отказано принять кредиты из-за вашей негативно кредитной истории представляете разочарование на лице вашего родственника оплата будет сегодня завтра александр николаевич если не ошибаюсь да 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 александр николаевич вот в чем проблема ваших сотрудников в том что вы не даете слова сказать а сами таратуре я вам давал свое слово вы говорите о чем-либо только не о вашем долге я не услышал вообще никакой заинтересованности от вас вы говорите о том то что наши сотрудники наш предмет разговора это ваш долг они сотрудники компании восток финансовый регион поэтому если вы будете апеллировать тому то что вам не дали стать слова то вам надо было просто эти слова использовать нужном русле они говорите сотрудников о сотрудниках и жаловаться мне на данный момент соответственно дмитрий евгеньевич оплата будет да нет так давайте услышать мою позицию по идиот ну вот такая подборочка думаю хватит друзья вопрос такой да где вы все восток финанс это кредит актив там или кто вот там еще и не знаю не выговоришь не хочется даже запоминать где вы со своими судебными приставами со своими выездными группами с накрученными процентами штрафами вот единственно только вы знаете есть такое любого человека ощущения всегда желание посмотреть на проигравшего нашем случае проигравшая сторона здесь очевидно нарисована вот звонкам этим уже больше чем полгода никаких ровным счетом последствий для меня во всяком случае для них да они мало того что проиграли противостояние со мной так они еще и проиграли вообще по жизни да то есть вот этот восток финанс если я так понимаю не смог дальше существовать потому что мы уже поняли что они открывались работали из-за границы с украины и сразу кстати призываю даже не я буду удалять комментарии вот эти вот которые будут российские какие-то там развивать противоречия там и все такое и провоцировать на вот это вот гундеж долбеж под моими роликами то есть я против этого всего я нормально к людям ко всем национальностям отношусь и понимаю что дело не в том что кто-то тупее кто-то умнее везде достаточно идиотов и везде достаточно нормальных достойных людей я вообще политику на своем канале не намерен каким-то образом поддерживать эти уж тем более вот эти вот то что сейчас модно так вот спор развивать так вот где они где их нет их нет во первых моей жизни во вторых точно также их угрозы каким-то образом как были в воздухе так и остались в третьих их нет вообще в их собственной жизни то есть та публика которая мне угрожала в итоге сама сейчас не знаю где-то мечта на может быть в подобных конторах работает но они уж точно далеко не устроены финансово там по жизни морально ну по сравнению даже ну давайте так вот без лишней скромности по сравнению со мной даже вот ну потому что я спокойно себя чувствую они вот допустим они знают чем заняться где себя применить потому что нечего предложить обществу вот умеют только вот то что вы слышали это умеют это очень плохо да они профессионалы они естественно всегда мечатся по жизни друзья мои значит как я уже говорил это ролики из прошлого на счет им минимум полгода и соответственно вы должны понять что ничего никому не угрожает если действовать нормальность к ситуации относиться здравой без истерик без испуга все будет хорошо все будет так как вам нужно потому что ни один коллектор не будет переступать закон чтобы нам получить какие-то копейки в итоге в результате сесть в тюрьму это понимают как бы там они лети во себя не вели ну хотя я может быть и ошибаюсь которые звонят они так как раз этого нифига не понимаете свято верят в свой этот бред а так или иначе предлагаю вам в описании ролика посмотреть все необходимые ресурсы которые могут вам помочь разобраться во всем этом я уже молчу про наш канал как таковой и ссылочка на группу вконтакте где все наши ролики дублируются вы можете через вконтакт смотреть и следить за нашим творством слушать наши ролики само собой ссылка на наш сайт где выложено видео как устроена работа к наших специалистов а что мы можем для клиентов сделать для своих если конечно человек захочет стать нашим клиентом и конечно призываю вас подписываться на наш канал кто этого еще не сделал ставить лайк если понравился ролик репост в соц сетях естественно приветствуется дайте возможность большему количеству людей узнать о нашем канале так как он очень полезен для многих на связи был кузнецов дмитрий желаю вам счастья здоровья финансового благополучия вам и вашим близким до свидания